Давно я не гуляла к своей любимой вышке под кодовым названием гусь. Есть такая поговорка, не люблю я этого гуся. Но я этого гуся очень люблю. Так, тут кто-то очень крупно влип, но мы обойдем это липучее место. Но вот тоже очень примечательно, пока ты идешь к вышке, стоит гробовая тишина. Ни одной пичуги, ни одной птички вообще не слышно. Тишина аж в ушах звенит. Но потом, когда к тебе привыкнут, когда ты уже не будешь создавать какую-то суматоху, движение и так далее, начнется целый оркестр. Будут курлыкать цапли, журавли, пролетать какие-то пичуги, пиу-пиут. Что-то там каждый на своем говорит, пищит, кричит. И на самом деле очень интересно. Также здесь такая болотная именно, болотная растительность. Необычная вот она, эта вышечка наша. Такая, куда залезть обезьянкой. Лесенок тут вот такие, какие они есть. На самом деле это очень экзотично и очень прикольно залезть на такую штуку. И закат. Ну, правда, я немножко опоздала. Лес уже, солнышко закрыл. Но тем не менее, очень красиво. И тогда уже на этой вышке можно сидеть, наблюдать, выжидать, ждать и просто наслаждаться природой. Вот такая вот красота вовсю даль. Здесь же, кстати, между прочим, проходит траектория самолетов. И в самые, не знаю, взлетные, посадочные часы. Здесь, конечно, классно наблюдать за самолетиками. На самом деле в этом тоже есть свой такой парадокс и казус. Что, с одной стороны, дикая природа, птицы, за которыми ты наблюдаешь. А с другой стороны, шум и гул самолетов. Вот такая я тут счастливая. Полные штаны счастья. Как здорово. Ой, хорошо-то как.